Всем привет, с вами Галактики, мы продолжаем играть в Base One, продолжаем прохождение кампании, и нам сейчас нужно обеспечить жильем выживших в катастрофе, в которую попала наша экспедиция, но прежде чем мы займемся полезными делами, давайте немножко потрепаемся с нашим главным инженером, больше пока никого вызвать на связь мы не можем, только его, давайте посмотрим, может быть ему есть что нам рассказать интересного. Мне нужно поговорить с вами, сейчас есть время, можно немного потрепаться, ты так и не сказал мне, почему ты записался в программу, не то, чтобы я спрашивал, но ладно, тебе это действительно интересно, так были личные причины, но все-таки. Ну хорошо, до всего этого мне удалось получить работу на верфи номер 4, на Земле из-за глобального кризиса дела шли совсем плохо, помню, что график был сумасшедший, ты же помнишь, как жестко двигали программу? Платили очень хорошо, я регулярно отправлял деньги домой. Семья была счастлива? Денег хватало, и все шло неплохо, а потом, потом я решил показать сыну и жене место, где я работаю. Роберт всегда хотел побывать в космосе, но такой возможности у нас не было. Жена боялась лететь, но я настоял. Только не говори, что они летели на Перикля. Да, чертов Перикл. Какой-то придурок забыл перед взлетом проверить выпускные коллекторы. Я изучал информацию об аварии. Я помню эту ужасную аварию, 37 человек, мне очень жаль. Дальше было очень печально. После похорон я потянулся к бутылке, замкнулся, чуть не потерял работу. Как-то один мой старый знакомый показал мне брошюру программы, я даже название запомнил. Вперед к звездам, чертовы маркетологи. И ты сразу же записался? Не сразу. Друг уговаривал меня пойти на собеседование, сказал, что у меня хорошие шансы. Я не хотел идти, но он все равно меня заставил. Все прошло на удивление гладко. Как же ты стал главным инженером Гереклит? А никто не особо рвался там работать. О корабле ходили нехорошие слухи. Десять человек погибли при монтаже корпуса, еще шесть при запуске двигателей. Троих унесло в открытый космос при погрузке. Постоянные аварии, травмы. Сколько всего происходило? Много кто ушел тогда. А ты? А мне было нечего терять. В принципе, мне было все равно. Я думал, может, наша миссия поможет мне найти новую цель в жизни. Смешно, да? Ну, не совсем. Люди очень по-разному реагируют на трудности в жизни. В итоге я здесь. Чудом выжил. Как все странно в итоге получилось. Иногда медленно дайте идут. Думал, среди обломков найдем ящик с виски или бурбоном. Не повезло. Поговорим об этом как-нибудь еще. Что-нибудь еще? Ну, все. Давайте проверим на всякий случай. А, не важно. Хорошо. Увидимся. Вот и трагичная история тут вплелась в наше выживание после этой катастрофы. Ну, интересно. Так, хорошо. Давайте приступим к строительству. Наверное, нам нужно сейчас много всего построить. У нас... У, у нас только хабы. Больше есть астероиды, которые можно наверняка будет покопать хорошенько. Что по ресурсам у нас? Ага, нету добывающих дронов. Хорошо. Давайте тогда приступим к... По порядку ко всему вот этому делу. Стыковочный порт. Я, наверное, его чуть-чуть дальше размещу. Дальше малое жизнеобеспечение. Так. Солнечные панели. Где там, куда там? Чик-чик. Вот так. Сюда поставим. Рекреация. Столовая. Каюта экипажа. Производство. Нам, по-моему, сейчас, да, производить особо нечего. Поэтому давайте пока это все дело построим. Потом по производству подумаем. Нам наверняка понадобится. Ну, давайте сразу производство поставим. А ангара у нас нету, да? Ангар у нас как раз в производстве был. В этой миссии мы совсем без ангара. Ну, окей. Так. И нам понадобится наверняка еще один модуль жизнеобеспечения. И, возможно... Как мы это сделаем? Если я его просто здесь поставлю... Он как раз сюда помещается. Давайте, наверное, так бахнем. Давайте. Пищевой автомат. Мы вот, наверное, как раз в рекреации только в этой ставим. Ну, в тех модулях. Столовой. Так, поехали. Раз, два, три, наверное, четыре. Так вот ставим. Ну, давайте. Столовую, наверное, вот здесь поставлю. А от столовой уже там каюты пойдут. Вот на этих... На скринах во время выбора миссии, там базу строят с такими длинными коридорами между модулями. Я вот думал, может быть, как раз с учетом того, что вот в прошлой серии мы как раз от метеоритов отбивались. Может быть, длинные коридоры увеличат, как бы, площадь нашей базы и меньше повреждений будет, если вот в одну точку сюда вот полетят, да, астероиды. Что-то там полетело. Ну, в общем, если в одну точку полетят, то они разбомбят, но если мы не сможем взбивать их регулярно, постоянно, хорошо, то они разбомбят нам тут много модулей. А если будет база пошире, то повреждения будут поменьше. Как бы, кто-то в этом есть. Но, с другой стороны, так дольше персонал уходить по базе будет. Поэтому я не уверен, что так лучше в итоге будет. Нам, по-моему, еще понадобится одна эта. Но у нас, может, ресурсов не хватить, поэтому давайте пока не будем слишком много всего строить. Может быть, даже... Давайте вот эту часть отменим. Могу я отменить? А я не могу, да? Солнечную панель я могу разобрать, а просто отменить вот эту штуку не могу, к сожалению. Ну, ладно, пусть строят тогда. По производству... Ну, пока что нам... Не надо, давайте не будем тратить. Хотя, вроде, много ресурсов. Так, ну что там? Нам бы батарею. Было бы неплохо. Давайте включим. Скорость повыше. Так, эти два модуля сейчас будут строить. Все, можем потихонечку подключать все вот это дело. Так, питание сюда к батареям. Тепло... Ну, давайте, наверное, сюда тепло. Сюда тепло. Кислород также. Воды пока у нас нет. Логистику подключаем, конечно же. Сюда тоже. А, ну и, да, по энергии надо вот это вот все запитать. Хорошо. Столовая собрана. Давайте смотреть, что у нас значит... Да, в этой штуке в столовую. Сколько там надо поставить пищевых автоматов? Один. Хорошо. Комфорт. Обеденных столов. Три штуки. Как раз сюда помещаются три штуки. Кровати. Но нам надо еще один модуль строить. Еще одни каюты. Давайте вот так вот мы, наверное, поставим. Сколько тут у меня? По-моему, вот так вот, да? По минимуму. Хотя... Наверное, чуть-чуть дальше. Ладно. Будет не очень симметричная у нас эта база. Но кому сейчас легко. Так, да. Нам надо... Вот это вот все дело... Эту штуку к логистике я не подключил, кажется. Нам надо подать сюда кислород. Нам надо подать сюда тепло. И нам надо построить здесь... Может быть, да. Я и хочу еще одну батарею поставить. Вот сюда. И один хотя бы вот этот нам... Два нам понадобится. В любом случае два понадобится, да. Так, хорошо. Логистику настраиваем также. Давайте посмотрим. Еду будем отсюда забирать, да? Вроде бы... Все. Вроде порядок. Ну, холодно. Тут еще не сгорелось. Что-то сюда вышло сразу, ну. Надо было, прежде чем устанавливать вот эти все кровати, надо было запитать здесь все. Давайте включим сейчас скорость. Они, наверное, будут сейчас ходить тут по одному. Но никто не хочет нам вот этот модуль еще организовать. Ага. Ага. Или тут что-нибудь построить. Может, пора? Мы просто костюмы тратим сейчас вот лишний раз здесь. Здесь еще ладно. Сюда мы один раз пройдем, установим все эти модули, и нам больше как будто ничего не нужно будет. А вот здесь все равно нужно будет и кислород, и тепло подавать, и мы могли бы потом уже устанавливать, чтобы костюмы не тратить. Так. Меня интересует энергия. Меня интересует тепло сюда. Кислород сюда. Логистика сюда. Логистика сюда. Так. Энергия. Вот так. Три эти штуки запитаны. Тепло теперь сюда. И кислород еще вот сюда. Все. Порядок. Вроде бы порядок. Так. Тут уже все греется. Отлично. Можно ставить еще кровати. У нас еще довольно много ресурсов осталось. Можем сразу тогда поставить производство переработчика. Оу. Ай-яй. Не так-то много ресурсов осталось. Как я думал. Ну ладно. Так. Все. С кроватями уже практически тоже мы разобрались. Везде тепло. Везде можно дышать хорошо. Готово. Алло. Прием. Мы готовы. Адель. Отлично. Немедленно летим к вам. Ждите. Все чертовски устали. Голодные несколько дней не меняли одежду. Мы все устроим. Давай. Давай. Ща нам, как вывалят, наверное, миллион народу. Давайте посмотрим, как тут. Вполне уютные такие получаются спальные места. Так, хорошо. Ну что, где там кораблик? О, на подлете. О, на подлете. Что, где там кораблик? Да. Сейчас у меня будет и окуня Stone, Поехаль. Что? накормить 8 человек но у нас запас еды есть и есть немного барахла так хорошо это хорошо хорошо что я построил именно переработчик первым делом они этот дожди разобрать отмена подожжена отмена я закрыть просто хочу разбирать я точно не хочу до питания не хватает согласен согласен и логистики не хватает здесь давайте так , тут у нас когда все хорошо заряжается все пошли работать так кислород вода вот это пищевые пайки это кислород это вода и 3 ремонтных комплекта два скафандра осталось бытовой мусор пластик бумага упаковка продуктов салфетки этикетки мест ну чё там поспали ребята хотят есть во первым делом нужно было поспать жалко тут нету да на автомате работы что все это само по себе разбиралась ресурс полностью исчерпан хорошо поехали дальше о есть контакт 8 человек накормлены генри это генри мы готовы передать вам чертежи деталей трансивера начинайте сборку времени мало хорошо так новое задание собрать эмиттер модулятор усилитель сигнала собрать наверное разобрать имеется ввиду в этом да получить материалы этим или нет сборка трансивера ну что там давайте работаем части корпуса эмиттера а нам верстак надо построить вот это на верстаке наверное все собирается что-то я не подумал сразу но нам не хватает этого да да ну что такое закройся проблема в том что у меня нет ресурсов для этого что-то придется разобрать вопрос что правильно нам надо десятка еще вот этих вот давайте сейчас посмотрим да для автоверстака ну 50 процентов комплектов давайте посмотрим на кровать у нас 10 тратится то есть надо две кровати разобрать сорян ребята будет вам на две кровати меньше все вроде бы можем теперь построить да а что нам не нужно было строить интересно что я лишнего такого здесь бахнул какие модули у нас эта штука подключена к чему-то да да может быть как раз вот эту не нужно было стыковочную эту площадку запитывать и тогда бы мы сэкономили материалов здесь сколько там стоит эта штуковина двадцатка двадцатка ну как раз да окей да ну что то что такое что я почему-то закрыть все время хочу таким вот образом так нам теперь надо подключить верстак и запитать верстак еще окей больше вроде ничего не надо подключать запитывать так значит каскадный модулятор один старт усилитель сигнала один старт три узконаправленных эмиттером старт есть контакт генри ну наконец-то я не могу поверить что он работает мы сейчас настроим его дистанционно должно получиться как он работает он отправляет модулированный сигнал прямо в червоточину особенно червоточина в том что она усиливает сигнал поэтому проблем с приемом на той стороне не будет а если они уже летят они смогут ответить сообщение они получат в любом случае насчет ответа не уверен пора начинать удачи всем нам так построить трансивер новый модуль доступен оооо только модуль модуль да согласен трансивер связь все дела давайте поставим его сюда для сборки модуля ресурсов у нас еще хватает а я понял почему я хочу закрыть этой кнопочкой потому что вот это окно закрывается здесь а тут это разбор в этом же месте вот оно как так тут питание мы можем отключить нам не надо чтобы рабочие здесь тусил да и в принципе здесь тоже пока крафтить нечего все включаем скорость и ждем завершения строительства думаю тепло подавать сюда не надо ничего подожди секундочку ух 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 простите вот кажется работает черт модулятор похоже сбоит попробуй немного поднять несущую частоту только что об этом подумал готово сигнал устойчивый начинаем передачу протей это гераклиды код связи вот такой вот если вы нас слышите ответьте прием протей это гераклиды код связи гераклиды слышим вас что у вас случилось связи очень плохая пробуем подстроить частоту фрэнк это ты это генри где вы сейчас находитесь генри боже боже мой у вас все в порядке оба давай еще медленнее еще медленно фрэнк где вы находитесь ответь мне прямо сейчас мы можем потерять сигнал мы недалеко от выхода из воронки что случилось некогда рассказывать поговорим потом слушай меня внимательно я передаю тебе специальную телеметрию или телеметрию это новые координаты точки выхода из воронки вы должны немедленно скирки сокорректировать маршрут иначе всем конец как слышишь данные получил генри это неправильные координаты точка выхода сильно смещена если мы выйдем из воронки в этой точке они правильные фрэнк поверь мне делай как я говорю иначе вы все погибнете вот дерьмо хорошо хорошо уже делаем скоро увидимся гераклиды конец связи я мог бы напоследок сказать что нам тут каюк был как же музыка это орала только что миссия миссия завершена хорошо мы справились с первой главой у нас еще две впереди оу что там эпизод пройден доступна новая миссия хорошо я уже спугался было так обычные хлопоты реанимация эльдорадо какие то интересные такие строения тут да на картинках на вот этих то что я говорил туда модули зачастую они так довольно далеко строят друг от друга может быть таким образом меньше повреждений станция будет получать при каких либо там астероидах до этих нападениях инопланетных мразей ну ладно два месяца спустя катастрофа катастрофа корабля гераклиды в системе надежда бывший испытательный полигон альфа 2 место расположения одной станции глобального земного союза центральный модуль снабжения искусственным интеллектом театальянса порных исследователей так ну хорошо давайте начнем сохранимся там посмотрим что делать нужно будет эти основы жизнеобеспечения мы уже знаем эпизод 2 обычные хлопоты о кораблики новые и вон этот материнский корабль или как он там называется никакой науки пока нет построить трансивер а что никто нам ничего не скажет да напутствие какое-нибудь вступительное давайте связь недоступна жаль жаль ну ладно раз такое дело тогда мы на этом пока что серию закончим и в следующей серии будем продолжать прохождение кампанию как двери все дружно закрылись хорошо пока что всем спасибо за просмотр всем пока и увидимся в следующей серии прохождение